Продолжение следует... Продолжение следует... Ребят, вы немного думайте своей головой и не верьте всяким словоблудам. Но я вам передаю привет из одной интересной области, где царь Петр шведского короля-то побил. Что еще могу сказать? Господин Герасимов, который прошел по списку господина Порошенко, в своем интервью разорялся, что я у него работал водителем и больше связи он со мной не имеет. Так может интересно задать вопрос господину Герасимову, откуда в оккупированной, вернее в осажденной Горловке вдруг появлялось оружие, в чем в больших количествах. То, что оружие приходило с Украины, могут подтвердить пленные, которые его разгружали. И в упаковочных листах на украинском языке было написано, какие боеприпасы, какое оружие. Просто интересно, может господин Герасимов расскажет украинскому телевидению о том, как через госпожу Лебедева и господина Петра Алексеевича Порошенко, который еще не был тогда президентом Украины, в угородку поставлялось оружие. Причем не просто там ящик, два ящика, а целыми Уралами. И периодичность поставки этих Уралов раз в три дня. Да, и меня интересует вопрос. На 450 тысяч гривен еще оружие недопоставлено. Мне бы, например, хотелось его в Угородке получить. Ну, а для тех украинцев, которые отдают 5 гривен в СМСках на содержание армии, могу сказать, цена автомата, который мне поставлялся украинской стороной, 1900 гривен. Цена БТРа 19 тысяч гривен. Насчет танков не договорились. Вот откуда оружие. Поэтому не надо там искать руку Москвы или еще что-либо. Там большая-большая рука Киева. И господин Порошенко, когда еще не был президентом доблестной Украины, очень хорошо со мной сотрудничал. Очень много оружия поставил. Так может он сейчас и АТО проводит для того, чтобы скрыть поставки оружия со складов. Петр Алексеевич, вы уж как-то определитесь. Или вы на меня работаете за мои деньги и поставляете оружие. Или какое-то АТО проводите непонятное. За вами долг в 450 тысяч. Как-то расплачиваться надо. Как-то так. Ну, если Шаман что-нибудь интересное скажет для украинских телезрителей, будет тоже интересно. Хочу сказать то, что та информация, которая прошла по моей гибели, отнюдь она неправдоподобная. Так как я сейчас сижу, жив-здоров, невредим. Хоть и руки у вас короткие или там длинные, я не знаю. Но достать вы меня все равно не сможете достать. Никогда в жизни. Не родился у вас еще тот тип рыжий, который может просто уничтожить. Да, и еще в дополнение хочу сказать. Когда начнете копать, копните госпожу Лебедеву, господина Яценюка, который в последний раз, когда приезжал Василий Ковальчук, оказался со мной разговаривать. Украинцы вас обманывают. Те люди, которые пришли во время так называемого Майданного переворота, это сволочи не хуже тех, что были. Прикрываясь благими словами о Украине, они вас и продают. Мало того, что продают, они вас посылают на убой, как скот. Включите голову, начинайте думать. Хватит вам скакать. И вообще, на данный момент, я считаю, что те, кто включит голову и поймет, что Украина одна, большая, хорошая страна, Украинская, суверенная, федеративная республика должна быть, в которую войдут и Донбасс, и Луганск. Это будет одна страна вместе с братскими республиками Белоруссии и России. Это будет та страна, в которой не будет фашизма. И та страна, в которой не будет стыдиться того, что наши деды, победившие в 45-м фашизм, имеющие ордена славы, стесняются их одеть в данной стране. В данной, которая сейчас существует. Украинцы, подумайте, с кем вы воюете. Вы воюйте с своими братьями. Русские, белорусы, украинцы. Это один народ. Один был, есть и будет. А те манкурты, которые сейчас на данный момент находятся у власти, Порошенки различные, Яценюки, Турчиновы и Приклебатели рядом с ним, это те люди, которые вас гонят на убой. Начинайте думать, и будет вам счастье. А господам из украинских СМИ я уже один раз говорил, перестаньте курить траву и жрать галлюциногенные грибы. Будет вам счастье. А то вам ядерные удары мерещатся. Российские войска, непонятно откуда взявшиеся, и поставки оружия с Москвы. Как раз все наоборот. Я призываю тех добровольцев, которые на данный момент находятся в территориальных батальонах обороны, так называемых, подумать с кем вы. Может пора присоединиться и повернуть штыки на Киев. Ведь то, что было на Майдане, вообще не выполнено. Идеологически вам забили голову фашистскими догмами, речевками Степана Бандеры про славу Украине и героям САЛа. И вы в это поверили. Так может враги Украины находятся не на Донбассе, а в Киеве. Я предлагаю присоединяться к нам и пойдем вместе на Киев. По-моему, давно уже пора сделать. Думайте и решайте. Выбор за вами. Или умирать, как пушечное мясо на Донбассе, или взять все-таки власть в свои руки в Киеве и восстановить и сделать нормальную страну Украина, которая будет жить вместе с Россией и Белоруссией. Удачи вам!